Вообще, вопрос об опыте, ну, говорят, ну, старый человек, какой у него опыт? Я думаю, что это очень сильно увеличено перед опытом. На самом деле, ну, вы же встречались с пожилыми людьми, которые вроде бы должны были иметь жизненный опыт, и только вы понимаете, что никакого опыта, которым он мог поделиться, у него нет. Люди жизнь проживают по-разному. Замечательно сказал один польский философ, что молодой поэт становится старым философом, а молодой дурак становится старым дураком. Поэтому не надо испытывать пиетет просто перед возрастом. Уважение к старшему – это другой разговор. Я имею в виду творческий пиетет, да? Вы совершенно можете не ориентироваться ни на кого, а идти своим путем. Это очень важно. Тем более для кинематографа и для кинематографистов, особенно для документалистов, самая страшная беда – не попасть в интонацию времени своего, а подражать старому времени. Вот если вы не попали в новое время, вы проиграли. Значит, вы говорите чужим языком. Это может быть культурный язык, это может быть замечательно отработанный уже язык в искусстве, да? То, что называют подкультурным кодом. Вы можете… Этот культурный код, если вы из культурной семьи, у вас хороший бэкграунд культурный, вы его прожили вместе с семьей, и вы уже его начинаете транслировать, а не непосредственно свой, пусть маленький, опыт жизни. Вот мне очень цена вот эта трансляция вашего маленького опыта жизни. Поэтому я говорю, я беру молодых. Я беру молодых и совсем вроде бы… Ну вот я говорю, что одна из моих самых талантливых девочек вообще ничего не читала в 23-х лет. Она не читала, но у нее сопротивление против чтения. Пишет она замечательно совершенно, пишет без ошибок. Мы раньше думали, что тот, кто не читает, тот пишет с ошибками. Оказывается, неправда. Она пишет абсолютно без ошибок, гораздо лучше, чем кандидат филологических наук. Она хорошо мыслит на письме, но она не читает. У нее нет страсти к чтению. Она, как вы понимаете, она достает из реальной жизни кино. Не через посредника, потому что есть два типа питания, для документалистов тоже. Один из типов питания – это культура. Мы питаемся культурой и, перерабатывая ее, транслируем другим. Другой тип питания – это жизнь реальная. Вот она пытается жизнью и обнаруживает там то же, что в ней обнаружил, допустим, Достоевский. Я вам покажу ее кино. Ей не нужно читать Достоевского, чтобы рассказать о человеческом страдании. Она его считывает из реальной жизни. Это редкое, но очень важное для декаближного качества. Значит, главный тест, по которому мы принимаем нашу киношколу. Ну, первое, первый экзамен заочный, когда нам присылают какие-то свои рассказы, свои фильмы, свои режиссерские разработки. На этом этапе мы отсеиваем какое-то небольшое количество людей, действительно небольшое. Это в основном мы отсеиваем сумасшедших и поэтов. Это очень важно. Ну, есть люди, как бы неадекватные, которые просто участвуют во всех конкурсах подряд, чему бы они ни были посвящены, там, приготовлению мяса в аэрогриле или режиссеру документального кино. Они отсеиваются на первом этапе, а есть еще поэты, это совершенно другой тип мышления. Вот этот тип мышления, если это действительно тип мышления, это совершенно, он не имеет отношения к режиссу или документальному кино. И это мы уже не раз проходили. Мы как-то приняли очень талантливого человека, но он не способен был выйти с камерой на улице и связать одну фразу, как бы, визуальную, с другой. Вот, эти отсеиваются. Все остальные проходят собеседование. Главный вопрос на собеседовании и главный тест. Я говорю об этом уже откровенно, даже если вы будете поступать, потому что очень многие наши студенты уже знают, какой тест он готов. Ой, мы знаем, какой вы сейчас вопрос зададите, я готовился. И вдруг выясняется, что он совершенно не готов, хотя он и знал. Значит, какой вопрос? Была ли в вашей жизни драма жизненная? Вот каждый поступающий думает, какая драма у него была в жизни. Так как это молодые люди, то это, как правило, драма расставания. Молодой человек расстался с девушкой, девушка рассталась с молодым человеком. Это самая большая драма. Дальше они считают, что сейчас им надо передать чувства. Мы просят убрать все чувства из воспоминаний. Никаких чувств, потому что чувства – это то, что нас объединяет. А нас интересует, замечал ли он то, что делает нас индивидуальными. Вот парень расстался с девушкой. Мы спросим, как это произошло? Она тебе это объявила по телефону, что она уходит или ты? Он говорит, нет-нет, я пришел, вернулся домой, мы жили вместе. И она сказала, знаешь, я полюбила ванну. Вот не надо чувствовать. Теперь расскажи, что у тебя было в руках в этот момент? Что у нее было в руках в этот момент? Как вы стояли? Что происходило дальше по действию и в каком пространстве? Потому что на самом деле кто такой режиссер? Вот это эссенция режиссера. Это вообще такая сволочь, да? Которая не просто участвует в жизни, но одновременно участвует в собственной драме. Наблюдают эту драму со стороны. Какими-то странными глазами он наблюдает эту драму. Допустим, он расстается с девушкой и одновременно думает, «Ага, я сейчас чайник держу в руках. Бросит мне этот чайник в нее и поставит все. Я не должен подарить это герою, если я буду снимать кино». И это, на самом деле, это не аморальный акт. Это принадлежность художественного зрения. Вот я все время вспоминаю, что еще подростком лет 15 я прочитала дневники Льва Николаевича Толстого. И была совершенно поражена одним фактом там. Он пишет, если помните, ну, Толстого была большая семья, и уже были взрослые дети. Но был поскребыш самый младший, который родился уже после всех детей, все остальные подросли. И его невероятно все любили. И Ванечка в 6 лет умер от тяжелой болезни, которую тогда они лечили в 19 веке. И Лев Николаевич записывает в своем дневнике. «Я сидел над организирующим телом моего любимого сына. И вдруг я поймал себя на том, что я запоминаю каждый момент этой агонии, чтобы подарить ее какому-то герою своего романа. И я в ужасе была от себя. Потому что в реальной жизни это кажется цинизмом, да, и называется цинизмом. В художественной жизни это то, что Вайген назвал в своем фильме, если вы видели этот фильм, замечательно «Все на продажу». Все, вся жизнь. Нет ничего личного, что нельзя поместить в кино. Нет ничего, все пространство твоей жизни предназначено для того, чтобы ты из него как бы находил детали, факты для своего фильма. Если помните в фильме «Все на продажу», когда... Смотрели вообще этот фильм? Кто-нибудь смотрел? Посмотрите, это, ну, да, Лев, мальчёвик, да. Вот, посмотрите, потому что это фильм про то, как человек снимает кино. Одновременно он в сложных отношениях с женой, с любовницей и так далее. Он выясняет эти отношения. Он едет на машине, попадает в легкую аварию, разбивается ветровое стекло, осколки ранят лицо. Первое, что он делает, он хватает камеру и начинает снимать свое пораненное лицо. Ему нужна эта реакция, он должен увидеть себя в этот момент. Что там происходит? Еще не было цифровых камер, это была такая маленькая 16-мм пряночная камера. Вот, все на продажу. Свои проблемы, свое горе. Горе людей, которые вокруг. Все туда, все в кино. Это зверь, который все съедает. То же самое у Толстого. И то же самое, как бы, у нас. И когда вот по этому тесту, по этому тесту, когда студент говорит, ой, вы знаете, я не могу это вспоминать. Вот прошло 6 лет, а это прям как сейчас. Меня слезы душат, кто-то начинает плакать, даже все. Это не режиссер документального кино. Вот это стопроцентно не режиссер документального кино. Он никогда его не будет снимать. А будет снимать тот, кто рассказывает все поэтапно. Причем всегда видно, человек выдумывает или это было. Потому что если выдумывает, это какие-то общие вещи. А если это было, то он вспоминает какие-то вещи, которые, ну, не придумаешь просто так. Вот была у нас одна девочка, она поступала. Да, кстати, очень интересно. Вот мы просим рассказать о драме, да? И все, кто поступают, в этой драме являются жертвами. Потому что, оказывается, все люди воспринимают по отношению к себе драму только тогда, когда они жертвы. А не тогда, когда они насильники. Если я насильник, я не воспринимаю это как драму. Я победитель жертвы. А если я жертву, это драма. И я как-то после одного экзайна сказала Угарову, который у нас ведет отделение документального театра. Я говорю, режиссер, замечательный драматур. Я говорю, Миш, кого же мы принимаем? Мы принимаем все время жертв. Это значит, мы принимаем каждый раз 30 жертв. А может ли жертва быть режиссером? Потому что, вообще-то, в основе режиссуры есть некое насилие над жизнью. Не кровавое насилие, но и над собой, и над жизнью. Мы принимаем это. И вот только одна девочка у нас не была жертвой. Она восприняла драму. Мы спросили, она говорит, ну драма, она рассталась с мальчиком, она тоже где-то 20 с небольшим была. Я говорю, он тебя бросил? Она говорит, нет, я его бросила. Первый раз человек признался, что он сам бросил. Обычно всех бросают. У нас сидят три поступающие, а у нас где-то конкурсы 1 к 5, 1 к 7 каждый день. Вот сидит 200 человек, ну всех бросили. Всех бросили. А они все невинные, агназы такие. То есть человек себя вообще проанализировать не может даже. Она говорит так спокойно, мне тогда я бросила мальчика. Я ужасно переживала, потому что мы с ним давно дружили, он был замечательный. Но вот я перестала его любить. Вот кончилась любовь, и все. Это не значит, что я полюбила другого, а вот тут кончилась любовь. Вот. Я говорю, расскажи, как это происходило. Ты помнишь? Она говорит, конечно, я помню. Мы были в каком-то лагере, но они там были пионер-вожатые. Знаете, пионер-вожатые – это всегда куча любви вообще. Это такое документальное кино, может быть, еще никто не снял, потому что там все кипит просто. Вот это энергия любви, такой временный, маленький, на смену, на 24 дня пионерской смены. Много любви очень. И она говорит, мы сидели вечером, мы говорим, ну, там, дети заснули, они на мостах, на реке. Я говорю, а как вы сидели? Она говорит, а я сидела к нему спиной. Ноги у меня были в воде, я сидела на этих мостах, а он стоял сзади. Я говорю, а в каких носках он был? Она тут же говорит, в зеленых. Я говорю, а как ты запомнила, если он стоял сзади? А она говорит, а я смотрела вот так на воду, и одновременно видела его, и она всегда запомнила зеленые носки, в которых он был. Ну, зеленые носки, не такие частые носки, да? Вот, ну, вот они вот были именно зеленые. И они разговаривали, и она замечательную композицию рассказала, как она спиной к нему сидит, а он стоит над ней, да? И она ему, глядя в воду, говорит о том, что я вот тебя больше не люблю, да вот, прости, вот я вот не люблю. И все. Она создала эту композицию, которую она запомнила, и она, в общем, может уже дальше, работая над фильмом, подарить это другому. И дело не в том, что подарить просто другому, это как бы в игровом кино, но в документальном очень важно распознать ситуацию. Распознать, а вот это любовь или это ненависть? Один из этюдов, который я прошу сделать своих студентов, называется «Чаепетель». Я прошу снять людей, которые просто сидят за чашкой чая или за чашкой курки. Они могут не разговаривать, но вы должны понять, они сидят потому, что только что встретились, они сидят потому, что давно знакомы, они сидят рядом, потому что они муж и жена, они любят друг друга, они ненавидят друг друга, они встретились, чтобы расстаться. Вы должны это заметить и передать нервным, вмешиваясь в человеческую жизнь. Вы должны...